Ну, как Алексей сказал, я расскажу немножко более техничных вещей, связанных с Selfish OS, но, тем не менее, некоторую водную часть я все-таки сделаю. Начну с того, что такое операционная система Selfish OS. Операционная система — это продукт для мобильных устройств, ну, еще немножко для планшетов, которые работают с архитектурами X86 и ART. Вообще, чтобы понять все особенности операционной системы Selfish OS, нужно понимать, откуда она произошла. Начну с того, что была компания Nokia. Помолчи минутку. Nokia в 2000-х годах, начиная, по-моему, с 2008 или 2007 года, делала операционную систему, которая называлась Mara. Это была чудесная операционная система, можно сказать, что Nokia не первая была, кто выпускал интернет-планшеты. В 2009 году Nokia выпустила устройство, мобильное устройство на операционной системе Mara. Это был Nokia 900, достаточно популярный девайс. При этом параллельно Intel развивал операционную систему, которая называлась Moblin, она была предназначена для, ну, скажем так, для нетбуков. И в 2010 году Nokia и Intel объявили о партнерстве, сказали, что они будут вместе делать операционную систему, назвали ее MIGA, и обещали, что эта операционная система будет работать и на смартфонах, и на ПК. Вот такой вот весь вертикальный стенд. И все было хорошо, пока не случился коллапс. Коллапс был связан с тем, что мобильное подразделение Nokia было продано Microsoft. Ну, в связи с этим проект MIGA немножко развалился. Часть проекта MIGA в лице Intel ушли в ассоциацию Tizen, а часть людей из Nokia, которых совершенно не удовлетворяла политика компании, вышли из Nokia и организовали свой стартап. Благодаря тогда у Nokia был проект, который позволял бывшим сотрудникам Nokia поднимать стартапы, на это выделялось финансирование. Они организовали стартап, назвали его YOLA. А стартап, по-моему, был заявлен в 2011 году. В 2012 году они уже представили свою операционную систему, и первые устройства это были YOLA 1. Здесь я хочу сделать еще одно важное замечание, что параллельно с развитием операционной системы MIGA развивался проект MIR. Это, можно сказать, что это операционная система, но по сути это основа операционной системы, которая развивается целиком в открытом виде, и развивается во многом сообществе. Ну, в последнее время, начиная с 2012 года, многие коммиты туда делались представителями компании YOLA. Вот эта история появления SoFi 6 как отдельной операционной системы, ну, в связи с этой историей есть некоторые особенности этой операционной системы. Ну, во-первых, это полноценный Linux. То есть, вот, мобильное устройство на SoFi 6 это мобильное устройство на Linux. Оно обладает всеми его достоинствами, включая полную многозадачность. То есть, если уж вы приложение запустили, то у вас есть возможность следить за тем, что оно запущено, как на ПК. Система его самопроизвольно не убивает. Ну, кроме того, из коробки доступен режим разработчик. То есть, активируя режим разработчика, у вас тут же есть все полезные и часто востребованные утилиты, такие как терминал, бэш, подключение процесса и так далее. Опять же, некоторая историческая вещь, это то, что разработка по операционной системе SoFi 6 в основном производится на Qt и QnL. Ну, я думаю, вы знаете, что некоторое время Nokia обладала Qt, потом перед продала QnTG. Ну, и вот разработка по SoFi 6 в основном на Qt можно разрабатывать на Python. Ну, также, поскольку это QnL, то можно использовать JavaScript для разработки приложения. Дальше. Есть поддержка Android-приложений. Благодаря проекту Alien Dalvik, который является одним из компонентов SoFi 6, есть поддержка Android-приложений на актуальных устройствах. Это совместимость с Android 4.4.4 KitKat. Ну, нас с вами будет интересовать разработка нативных приложениях, в первую очередь. Ну, также, как и у всех других популярных операционных систем, SoFi 6 есть свой магазин приложений, называется YOLA Harbor. Доступен по адресу harbork.yola.com. Но я хочу сделать одно важное замечание. Помимо магазина приложений, есть репозиторий приложений. Называется openrepos.net. Про него завтра вам расскажут подробнее. Я просто хочу сказать, что на других платформах таких репозиторий приложений нет. Особенности интерфейса пользователей. Ну, опять же, завтра у нас будет подробный доклад про интерфейс пользователей. Здесь я остановлюсь на основных пунктах. То есть, когда проектировался интерфейс SoFi 6.4, была задумка основная. Давайте мы сделаем интерфейс, который будет, во-первых, интуитивно понятен, а во-вторых, будет удобным управляемым, в том числе одной рукой. Зачастую достаточно большого пальца. Он сделал так, что управление происходит простыми жестами, в основном это свайпы. Зачастую не нужно целиться в какие-то отдельные элементы интерфейса, чтобы куда-то перейти. Кроме того, взаимодействовать можно со всем экраном и, более того, приложению каждому доступен весь экран. Я завтра покажу, как это все выглядит и как получать доступ к системе информации, когда весь экран уходит под приложение. На самом деле, это очень удобно. Реально многозадачность. Это то, про что я уже говорил, говоря, что у нас SoFi 6 основана на Linux, но интерфейс позволяет получать удобный доступ к запущенным сейчас приложениям. Также есть такая штука, как атмосфера. Атмосфера, ну, по-английски любят так называть mood, то есть настроение устройства. Это вещь, которая управляет поведением вашего устройства целиком, начиная от световой темы и заканчивая звуками, даже электронной скриптой. На SoFi 6 есть уже устройство, и я про это хочу рассказать немножко подробно. Первое устройство, которое вышло, было выпущено компанией YOLA, называется YOLA Foam, ну, или часто его называют YOLAR. Это устройство было выпущено в 2019 году, оно обладает другими процессорами, ну, и другими характеристиками, которые здесь на слайде приведены. Было еще одно устройство, которое выпущено было YOLA, называется YOLA Tablet. Это планшет, на который YOLA собирали средства на Indiegogo, как это называется, краудфандинговая платформа. Собрали средства, собрали 479% от того, что они запрашивали. Ну, и потом они, в общем, пытались выпускать устройства. У них немножко не получилось договориться с производителями железа, и на этом этапе они решили, «А давайте мы сделаем больше». Наша компания YOLA будет заниматься в основном развитием операционной системы. А другие компании, производители устройств, мы эти будем выдавать лицензии, для того, чтобы они могли делать свои устройства. Вот первой такой компанией стала INTEX. INTEX – это один из крупнейших индийских производителей смартфонов. Они сделали такой девайс, назвали его INTEX Aquafish, он буквально не так давно, когда-то неделю назад начал продаваться, по цене 70 долларов в Индии. И еще одно устройство – YOLA-C. Ну, это устройство, которое Леша тут подарил. YOLA-C, по сути, это тот же INTEX Aquafish, только он предназначен для европейского рынка, соответственно, он работает с европейскими частотами 4G. Ну и с YOLA-C вам предстоит подробнее познакомиться в течение завтрашнего, послезавтрашнего дня. Еще один смартфон – Turing Phone, который начали продаваться 12 июля – это Startup. Ну, пожалуй, это сейчас самый мощный смартфон, официально работающий на Selfish OS. Кроме всего прочего, обещается у него большая защита, как корпуса, так и персональных данных. То есть там железные клетчики используются и все это такое. Ну, Ермак. Ладно, давайте мы о брендинге говорить не будем, но Ермак – это смартфон, который заточен под промышленные нужды. Это смартфон, который можно пинать, кидать, топить, все что угодно с ним делать, он не убивает. Вот. И производиться он будет в России. Вот тут ссылка на сайт компании. Но я хочу в основном устанавливаться не на промышленном смартфоне, а на смартфоне, который будет сделан для публичного использования. Компания Oysters, российская компания. Заявлен вот такой смартфончик. На процессоре MediaTek с 2-й кбайт оперативной памяти. Ну и с 2-я микросимка. То есть такой вполне себе потребительский смартфон. Также хочу обратить внимание на то, что есть два проекта, которые разрабатывают модульные устройства. Пазлфон и FireFone 2. Наиболее активно сейчас развивается поддержка Selfish OS для FireFone 2. Там работает, в общем-то, все, включая поддержку Android-приложений. Ну и давайте я, наверное, расскажу, почему так получается, что Selfish OS удается запускать на разного вида устройств. Дело в том, что есть замечательный библиотек, называется LibHibris, которая позволяет использовать, ну, скажем так, драйвера Android для операционных систем, основных на Linux. И вот благодаря этой библиотеке удалось запустить Selfish OS на 40 с лишним устройств. Посмотреть таблицу совместимости вы можете вот по этому адресу. Ну, давайте так, адрес этот вы записывать не будете, я просто дам потом ссылочку, где можно будет посмотреть эту презентацию. А здесь будут три слайда с перечислением моделей и устройствах, на которых Selfish OS работает. То есть это Nexus, это Samsung Galaxy, это вот FireFone, опять же, благодаря LibHibris удалось на нем запустить. Это Sony Xperia. Отдельно хочу обратить внимание на серию Sony Xperia 2011 года. Там буквально вот на всех аппаратах этого года Selfish OS работает, причем работает очень хорошо. Это HTC-шки, ну, пара Huawei, Motorola, ну, еще разные китайские телефоны, среди которых вот ZTE OPC, наверное, наиболее известен. Почему все так работает? Наверное, имеет смысл посмотреть на архитектуру Selfish OS, как она устроена, что в ней есть. Архитектура Selfish OS состоит из трех уровней. Ну, стандартное разбиение. В основе это базовый уровень, в котором ядро, аппаратозависимые компоненты и прошивка, она тоже находится на базовом уровне. На уровне, в котором посрединке находится Mare. Давайте оба. Я вам говорю, что Mare это вот операционная система, которая развивала сообщество. Selfish OS основана на Mare. И многие разработчики Selfish OS сделали коммитер. Поддержка Android тоже лежит на среднем уровне. Там же находятся библиотеки Qt, ну, и другие связующиеся библиотеки, которые могут понадобиться. На верхнем уровне находятся приложения и подсистема Lipstick, которые управляют целиком поведением устройства. Окнами, как отображаются приложения, экранные устройства. Это все Lipstick. Вот на этом слайде показана структура архитектуры. Что я здесь хочу показать? Ну, во-первых, то, что в основе действительно лежит Mare. А во-вторых, зеленым цветом выделены компоненты, которые обладают целиком открытым кодом. Ну, можно видеть, что на самом деле все основные компоненты, они целиком открыты. А вот такой вот фиолетовый цвет, это закрытые компоненты. И из ключевых закрытыми является только интерфейс пользования, причем есть планы по его открытию. То есть в скором времени SoFi 6 будет целиком открыта операционная система. Давайте расскажу о том, как вообще происходит развитие SoFi 6 и в чем можно участвовать. Есть специальные SDK, которые сделаны по трем направлениям. Это разработка приложений, то есть с чем мы будем с вами подробно знакомиться завтра. Но также завтра мы с вами поговорим про платформы SDK, инструмент, который позволяет развивать саму платформу. И Hardware Adaptation Kit, это инструмент, который позволяет портировать SoFi 6 на другие устройства. Но, кроме того, есть ресурс, который позволяет делать коммиты в перевод SoFi 6 на другие языки. Там есть очень много языков, не так давно туда добавился татарский язык, примерно месяц назад. Ну и что происходит с SoFi 6 в России? На самом деле SoFi 6 в России появился в 2012 году, когда здесь официально начали продаваться YOLA-1. Но он буквально порвался в Россию в этом году, когда была создана и официально заверена компания открытая мобильная платформа. Чем компания открытая мобильная платформа занимается, Леша в основном уже рассказал. Я в компании в этой работе на позиции менеджера сообщества разработчиков, поэтому я вам хочу рассказать про то, что у нас проходит с разработчиками. А для разработчиков мы организуем разные встречи и тренинги. Мы уже провели несколько таких мероприятий в Санкт-Петербурге. Это и встречи с разработчиками, и тренинги Хакатон. У нас запланированы такие мероприятия по России. Ну, школа летняя, которая здесь проходит, это тоже в рамках работы с сообществом разработчиков. Кроме того, у нас планируется создание учебного курса по SoFi 6 как для внедрения в университеты, так и для одной из платформ онлайн-обучения. А вот на этом слайде показаны ссылки, которые релевантны по отношению к SoFi 6, и те ссылки, где можно почитать и про SoFi 6, и про разработку под SoFi 6. Основная ссылка сейчас это SoFi 6.org. Это официальный ресурс платформы SoFi 6. Есть ресурсы, которые администрируются компанией YOLA. Это ресурс Tugeta YOLA.com, который работает в формате вопрос-ответ. Ну, в частности, туда можно задавать вопросы после фиш-ос, и можно давать свои предложения сотрудники YOLA, иногда оттуда что-то берут в версии операционной системы. Есть канал на ИРКе, называется YOLA-Nobile.net. Для разработчиков должен быть удобный формат. Сайт открытой мобильной платформы, onbrh.mov. Есть отдельные страницы на ресурсах проекта Мэр. Это две странички, общие страницы по Мэр, и страницы, посвященные SoFi 6. Есть разделы на формах для разработчиков. Это, соответственно, отдельный раздел на XDA. И есть несколько релевантных тегов на Stack Overflow, начиная с SoFi 6 и заканчивая Q. Кроме того, есть депозитория, собственно, про которую я уже упоминал. И есть аккаунты в социальных сетях, пожалуйста, подписывайтесь. SoFi 6.Russia на Твиттере и Мэр Проджект в Вконтакте. Вот именно в группе Мэр Проджект я публикую эту презентацию, и те презентации, которые будут мне доступны в этой школе. На SoFi 6.Russia, на SoFi 6.Russia, на SoFi 6.Russia, на Твиттере, они будут продублировать. Так, ну и, пожалуй, на этом все. Здесь мои контакты.